Я занимаюсь консультированием руководящих специалистов. Как правило, я работаю в двух областях. Либо это IT, и второй момент — это проработка, анализ технологических процессов в промышленности. Вся моя работа связана в основном с планированием. Надо было какой-то инструмент использовать для того, чтобы охватывать всю проблему в целом. И качественный прорыв в частности в успешности моей работы и моих, собственно, заработков были тогда, когда я познакомился с программой Mindmap. Она, как известно, была одна из первых, которая появилась на рынке. Чуть позже я уже познакомился, я, к сожалению, не могу вспомнить, самой первой версии ConceptDraw Mindmap. Я был настолько в восторге от самой этой программы, когда я ее стал использовать, что я ее почти мгновенно купил сразу. Это ведь не только модный тренд, который сейчас есть. Он сокращает работу, во-первых, над проектом в целом. Это создание таблицы Ганте, где я могу уже раскладывать вплоть до каких-то часов, могу просчитывать каждый из элементов этого проекта. Мои коллеги, которых я привлекаю к работе, они все разбросаны мало того, что в разных точках света, но еще и временные пояса совершенно разные. Когда мой коллега, допустим, из Израиля получает от меня Madmap, он сразу же видит, что, собственно говоря, есть и что этому требуется. Фактически сопроводительное письмо очень маленькое. ТЗ для него сокращается просто на страничку, на две. То есть она снижает очень много издержек связи между участниками. Мой второй бизнес, я занимаюсь страйкболом. Это военно-командная игра. То есть там люди просто бегают в нормальном военном снаряжении. Все, что у них есть, это имитация оружия в виде очень точной копии. Мы применяем там и боевую технику, и вертолеты. Это хобби, которое теперь стало настолько массовым, если раньше буквально десятки людей играли, сейчас в эти игры играют уже десятки тысяч людей. Эти игры стали сложными, многоплановыми, с применениями техники. В организации этих игр требуется очень сложное планирование. Мы обнаружили, что применение этого инструмента, как в MindMed, вот в этом необычном, креативном майнстриме, оказывается, лучше всех подходит. Начинает процесс создания игры. Итак, мы определяем полигон, где это происходит. Отдельный пункт выделяем описание ресурсов, где мы согласовываем. То есть все властные органы, с которыми мы обязательно должны согласовать и как согласовать. Как правило, это 6-7 крупных вот таких вот элементов. Надо это учитывать. Как это учитывать? Как глава взорвется, если мы это будем делать в голове или с помощью бумажек. Только с помощью такого ресурса. Это, кстати, помогает. Мы набили кучу способов, как это делается. Это делается отдельными файлами. Получается очень удачный эффект.